Сама идея, конечно, вот этого безупречного войска, она какая-то для меня немножко странная. Я... Придумали... Я, к тому, что эти люди, которые обучены резать себе подобных, они не нуждаются в убийствах каких-то там детей, в детстве, тут еще иначе. Я про то. Самое главное, что вы посмотрите, какой-то экономический эффект имеет. Ну, тупо, какой-то имеет экономический эффект. Вы же рабовладельческий город. И у вас само общество рабовладельческое. Это капитал. Который вы на что расходуете? Да вы больные, что ли? Они же пахать будут. Естественно. Вот они вырастут, и они будут пахать. Но... Немедленно вспоминается... Вы думаете, а это стоит одну серебряную монетку? Да. Это сейчас. В общем-то, это вложение. Где эти самые дети? Немедленно вспоминается наш известный исторический персонаж, граф Аркчеев. Который, например, всем бабам, крепостным своим, выписал памятки. Как правильно рожать? Фельдшериц. Где рожать? Как? Санитария и прочее. Ну, такое русский народ ему, конечно, простить не может. Это считается гад из гадов в отечественной истории. Он заставлял соблюдать гигиену, рождать в приличных условиях. И тем самым повышал выживаемость детей. Я не знаю. Если я вот рабовладелец, ну, во-первых, надо выводить хороших рабов. Как можно больше. К чему ты их рожаешь? Чтобы все были как 50-сент. Да. Такие красивые. К чему ты их рожаешь? Только для того, чтобы я богател. Ну, если это рабовладение, вы же их продаете и покупаете. Кто там наш любимец этот? Кто писал про сельское хозяйство? Котон. Котон, да? Который, вон, однофамилец, одноименец этого, который как агента ломал. Где у него подробно излагалось в Древнем Риме, что надо для рабов построить ПТУ. Там их учить. Каждому давать специальность. Потому, что раб со специальностью стоит значительно дороже, чем тупорывый немец. Перемазанный митвежьим говном, которого сюда на Аркании притащили. Нахер ты нужен? Чего ты умеешь? Кроме как говном. Говни вижу, разбирайся. А все остальное, блин, непонятно. Опять же, ведь рабский младенец, рожденный в условиях, ну, там, примерно средневековье. Это значит, что его какая-то баба 9 месяцев вынашивала. Ее в это время кормили. Будучи толком не работоспособной. Ну, по крайней мере, месяцев, ну, хотя бы месяца 3 из 9 это уж точно плохо работоспособно. Ты вкладывал в нее деньги. Кормил. Да. Освобождал от работы. Она родила. А теперь ты, значит, его убьешь. То есть, какая-то, хотя бы минимальное медицинское сопровождение было, которое тоже не бывает бесплатное. И теперь ты за одну серебряную монету. То есть, у вас, я так понимаю, вот это все стоит меньше одной серебряной монеты. Потому, что иначе где прибыль от данного мероприятия. То есть, у вас, видимо, это все очень тяжело. Докладываю раб. Это довольно дорогое удовольствие. То есть, в нашем любимом Риме купить раба далеко не каждый мог себе позволить. Очень сильно далеко не каждый. И еще Аристотель писал, что настоящая демократия возможна только тогда, когда все будут равны. И у каждого свободного гражданина будет по три раба. Вот тогда будет демократия. Могут нормально обидеть. Так и есть. Между прочим. То есть, это значит, что при Аристотеле далеко не у каждого свободного гражданина было по три раба. Аристотель это видел и язвил недостатки общества. Потому, что не все могут позволить себе купить трех рабов. Так это же сразу увлечет за собой ряд проблем.